Здравствуйте, с вами вновь Ермулина Татьяна и в своем новом выпуске прогностического блога я хочу рассказать прогноз на февраль 2021 года для вас, водолеи, и поговорить о том, что принесет вам наступающий месяц, каким он для вас будет. Ведь солнце, наше светило, ходит как раз-таки большую часть месяца по вашему знаку. У большинства из вас, если не произошло в январе день рождения, значит произойдет в феврале. То есть у большинства из вас уже начался или вот-вот начнется новый индивидуальный солярный год и в нем будут происходить какие-то очень важные для вас события. Вы будете проживать какой-то очередной виток потенциала своей карты. В общем, в любом случае февраль это такое стратегическое в какой-то степени для вас время. И интересно то, что в феврале месяце на небе скапливается большое количество планетарной энергии в вашем секторе. То есть помимо солнца сюда добегает Венера, она перейдет прямо 1 февраля в знак водолея и будет там до 25 февраля. А также Меркурий, если вы помните, то Меркурий ретроградит именно по вашему знаку зодиака. И наверняка у многих из вас с ретроградным Меркурием, с его действием будет связано много событий в этом феврале. Я об этом, как бы о том, что мы живем под сильным влиянием вашего знака говорила и в общем прогнозе. А также еще, если вы помните, там же говорила о том, что в феврале будет квадрат между Сатурном и Ураном. Это две планеты, которые управляют вашим знаком, являются непосредственно теми планетарными энергиями, которые очень сильно на вас влияют, на которые вы очень сильно откликаетесь. И если вы помните, я говорила о том, что Сатурн и Уран это две планеты, которые вообще в этом году находятся в аспекте друг к другу. И этот годовой аспект, это аспект напряженный, это аспект квадрата. И вот точный аспект между ними будет как раз таки в феврале этого года. И получается, что в феврале этого года вы получите, скажем так, может быть наибольший стимул, импульс для какого-то начинания или для инициации какого-то события, в котором проживете весь год. То есть до конца 2021 года. Поэтому это месяц в какой-то степени и диагностический, и как я уже сказала, стратегически важный. Ну что касается положения, например, Венеры в знаке водолея в течение всего этого месяца, то здесь, конечно, Венера, она не только интересна тем, что она ходит по вашему знаку, а значит так или иначе всех водолеев она, ну по идее, как бы, как это, обеспечит своим влиянием. А влияние у нее чаще всего благотворное. И, конечно же, это влияние не будет очень долгим, да, это буквально там 4-5 дней, когда Венера будет пробегать ваше солнышко и будет с ним в соединении, но все равно это приятное время, это хорошее время. Может быть, это будет, конечно, асцендент, если вы смотрите для асцендентального знака свой гороскоп. Вот, все равно это будет время хорошее, но для каждого свое, потому что все будет зависеть от того, в каком градусе у вас солнышко или асцендент. Но, так или иначе, этот февраль обещает определенные благоприятные события, подарки судьбы, хорошее времяпрепровождение, может быть, какое-то обновление внешности благодаря проходу Венеры через ваш знак. Проход Меркурия через ваш знак в течение всего месяца и разворот 21 февраля в директное движение его может говорить о том, что вы можете погрузиться в какую-то определенную тему, в какую-то определенную информацию. Может быть, это время будет обучения, может это будет время обновления какого-то знания, какой-то информации, которая уже была у вас. Вообще, в принципе, ретроградность планеты говорит о том, что мы возвращаемся к чему-то и это возвращение не про как бы новый виток развития, динамику, продолжение этой темы, а больше про углубление в эту тему. Какой-то нюанс нам еще неизвестен в ней. Вот именно им мы будем заниматься весь месяц. И он может быть связан непосредственно с обогащением знания про самого себя или про какие-то новые возможности в жизни. Потому что Меркурий ходит в вашем знаке, значит, с большой вероятностью у многих из вас он будет соединяться с Солнцем. А это чаще всего один из признаков того, что мы очень много посвящаем в этот момент работы над собой и диалога с собой через какое-то внешнее событие, которое нас приводит к тому, что мы начинаем с собой сами говорить, сами себя слышим. Вот интересный такой хороший, наверное, хвалю себя за это, хорошее определение Меркурия в соединении с Солнцем, когда оно ретроградное, я слышу самого себя. Я могу это не говорить вслух про то, что я услышала о самом себе, но я, по крайней мере, действительно этот процесс прожил. Ну, когда у нас, конечно, Солнце в соединении с Меркурием ретроградным в карте рождения, это перманентное событие в нашей жизни. Мы всегда слышим самого себя, но при этом у нас есть проблематика с тем, чтобы это высказать вовне. А когда мы проживаем это просто в виде транзита мелкого, а это быстрый транзит, конечно, там несколько дней, но тем не менее это хорошее время для ясности, для понимания того, что мы на самом деле хотим. И может быть хотим не здесь и сейчас, а в течение длительного периода, ну, например, целого года. Так что будьте внимательны и следите за тем, что происходит с вами в течение этого месяца, потому что месяц может быть, знаете, с таким подоплекой инсайта, я бы даже сказала. Что тут еще интересное есть, это новолуние, которое произойдет 11 февраля, 11 февраля как раз-таки в 24 градусе водолея. И значит у многих из вас начнется какой-то, ну, это ознаменуется каким-то новым событием или новым этапом. То есть какие-то изменения произойдут, скорее всего, в этот период, где-то в районе 11 февраля. Особенно это важно для тех из вас, у кого солнце находится в градусах с 22 по 26 градусов далее. Это наиболее тогда для вас такое значимое событие в этом месяце. Также я бы обратила ваше внимание на период с 8 по 9 февраля, когда Венера будет в соединении с вашим младшим управителем планеты Сатурн. А также она будет в квадрате к вашему старшему управителю, к Урану. То есть получится, что у вас Венера будет действовать сразу на два управителя. Будет просто бить по всем фронтам и это, наверное, самое яркое время будет ваше венерианское. То есть это будет время взаимодействия с другими людьми, выстраивания каких-то отношений с другими людьми, выказывания какой-то симпатии по отношению к вам или ваше в сторону другого человека. В общем, для одиноких водолеев это классное время для создания пары, для появления другого человека в их жизни. Да, у Венеры в квадрате к Урану есть определенные претензии в том, что это все-таки напряжение, но не такое сильное, потому что все-таки соединение с Сатурном нам говорит о том, что все сбудется, если вы того захотите. Еще, наверное, я обратила бы ваше внимание на интересный период. Вот это с 20 по 28 февраля смотрела, сколько уже у нас в этом феврале дней. Забыла. Так вот, по поводу этого периода. Здесь Меркурий переходит в директное движение в вашем знаке. И это говорит о том, что это может быть вот эти вот 20, 21, 22 февраля, время каких-то важных разговоров. Вот, может быть, вам стоит даже ориентироваться на это время, если вы хотите какие-то важные переговоры провести. И второй период, это где-то с 24 февраля по конец месяца, когда у Солнца будет хороший аспект на вашего управителя планеты Уран. А это говорит о творческой, о очень творческой части месяца. То есть, здесь вы на коне, здесь у вас много энергии, здесь вы креативны, здесь вы дружественны, здесь вы умеете работать в коллаборации. Это хорошее время, эффективное для профессионального развития. Поэтому, в принципе, вот последняя часть февраля, она вся очень позитивна для профессионального, социальной реализации. И в целом, я считаю, февраль это, конечно, ваше время. Безусловно, это ваше время, и вам нужно попытаться его использовать с наибольшей продуктивностью, с наибольшей эффективностью. Потому что оно, те события февраля, которые тут вот произойдут, они могут быть длительными и могут обозначить основные тренды всего года. Ну, я желаю вам всего наилучшего. Приглашаю вас в свои социальные сети. В них я рассказываю намного больше и быстрее отвечаю на ваши вопросы и комментарии. Так что переходите в мои социальные сети по ссылкам. Они даны в описании под этим видео. А также есть всплывающие окна в этом видео, в котором есть также мои аккаунты. До новых встреч. До свидания.